Всем привет! Сегодня я снова говорю о тех, кто скоро станет мамой или собирается быть мамой. Как-то у меня плохо со светом. Хочу вот что рассказать. Я нахожусь сейчас на 18 неделе, и при этом мне приходится очень много работать. Дело в том, что у меня большие планы на комнату для малыша. Но в которой я походу, жить первый год, наверное, это точно не вылазить из этой комнаты. Вот, большие-большие планы, и поэтому я много работаю. Но, как вы сами понимаете, беременному человеку вообще сложновато выдерживать нагрузки и вообще жить в каком-то ритме, в котором он жил до беременности. Я хочу сегодня с вами поделиться секретами вообще своего бодрого состояния. Выписывают их, некоторые вообще не выписывают, некоторые выписывают очень много. Некоторые как-то ограничиваются, например, фолиевой кислотой и йодом. Но, например, моя врач мне выписала достаточно широкий спектр витаминов, которые я заменила. Уже в одном сторисе я рассказывала про них, и в этом я еще раз расскажу, потому что я понимаю, что при моем ритме жизни у меня не было бы просто-напросто сил работать и отдавать себя сцене в моем положении, во-первых, и во-вторых, при такой большой нагрузке. Потому что сейчас, конечно, период предновогодний начнется, начнется больше еще концертов, больше нагрузки. Что я вам хочу показать? Я хочу показать, что из того, что мне выписал врач, вообще я пью все. То есть назначение врача я выполняю полностью. Не хочу ничего выдумывать, я ей полностью доверяю. Но уже вопрос в том, где покупаться, какие-то витамины, которые она выписывает, это, я считаю, что личный выбор каждого. До беременности я пользовалась все время витаминами из кораллового клуба. Я могу сказать, что это очень шикарные витамины. Они мне понравились сразу, но, конечно, не всегда есть возможность себе их приобрести. Потому что, конечно, это мы все понимаем, что это финансы. И в обычной жизни, когда вы, впрочем-то, не нуждаетесь в витаминах, ну и думаете, что, в принципе, и без них можно, да, может быть и можно. Но во время беременности я бы советовала все-таки пить, потому что надо все-таки поддерживать организм. Вот мой, собственно, вот такой вот наборчик всего этого. И я могу сказать, что отчасти благодаря ему я очень бодра, жизнерадостна. Ну, я думаю, не стоит говорить о том, что беременным надо соблюдать режим и ложиться, конечно, вовремя спать, отдыхать, при любой возможности не носиться, а все-таки вот такой спокойный образ жизни вести. Но вот при моем, как вы уже поняли, вот, ну невозможно спокойно. Вот буквально вчера было три концерта, а сегодня с утра уже еще концерт на ярмарке. Все это было еще и на улице. Надо было еще умудриться не замерзнуть. Теперь живьем на такой низкой температуре, сколько, я не знаю, сегодня там плюс пять, наверное. Вот. Конечно, мы пили в куртках, но, сами понимаете, без резервов организма никакая вам куртка не поможет. Первое, что круто очень действует, это комплекс витаминов. Какие хотите, покупайте витамины, но вот я именно этими пользуюсь. Я их пила и во время таких периодов жизни, как сессия, когда нужно было уезжать на сессию, а я такой вот студент раздолбаю, у меня там были и хвосты, и все. И вот как-то в одну сессию я сдала около 20 хвостов, и сессию тоже. Ну, я тоже вот на коралловских продуктах, как бы сказать, сидела. Вот. И они мне, я думаю, что тоже помогли в этом. Комплекс витаминов – это обязательная составляющая для беременного человека. Я покупаю, как вы видите, в корале. Мне очень нравится, знаете почему? Потому что здесь не только витамины в капсулках, здесь еще и есть волокна. То есть сюда входит помимо витаминового самого комплекса, еще и фенхель, горец, чеснок, имбирь, боярышник. Понимаете, да? То есть не только химические витамины какие-то там, которые спрессованы в таблеточку. А здесь получается, что это все в капсулке. И очень интересно, когда ты все это видишь, то есть капсулку берешь, а она видна, ее можно открыть и вообще высыпать на стол, там, не знаю, на листочек, вообще просмотреть, что вы употребляете. Я вот этому доверяю как-то больше, чем, например, просто таблеточки, которые спрессованы и просто вот покрашены в беленький там или красненький цвет. Ну, как-то да. Вот, и в отличие от витаминов разноплановых, которые в аптеке, вот эта баночка, по-честному написано, что надо пить 4 таких капсулки в день, что тоже является вот некоторым сравнительным гарантом того, что здесь все-таки что-то натуральное есть, понимаете? Потому что вот, как правило, в совсем химикатах, ну, пишут, что там одна таблетка в день или там три таблетки в день. Ну, вы должны понимать, что в какую-то маленькую таблетушку вот такую невозможно нормально все включить, все эти витамины. Вот, и также очень полезно вообще кушать рыбий жир. Это полезно всем людям. Дело в том, что вот я часто слышу рассказы от мамы, вот, которая росла в советское время, что рыбий жир давали детям обязательно-преобязательно. То есть это было как вот, не знаю, как правило какое-то. То есть рыбий жир – это полезная субстанция, ребят. Я рыбий жир тоже в аптеке не особо признаю. Вот на самом деле интересная, получается, история с этим рыбий жиром. В аптеке можно купить его и за 50 рублей, и тут же, к примеру, стоит какая-то упаковка за 500-600 рублей. И вроде все, там рыбий жир. И вот как-то вот у меня, например, как у человека сомнения очень дикие возникают. Вот, блин, как-то интересно, то ли оно за 50 рублей, то ли оно за 500. И как бы где качество вообще? А если за 50 рублей, то что там вместо рыбьего жира вообще может быть? Я этим рыбьим жиром из Кораллового клуба пользовалась очень долго и до беременности. Что я делала? Я как-то прочитала, что очень-очень полезно рыбий жир употреблять для сосудов. И у меня загорелись глаза. Я думаю, блин, надо вот для сосудов пить, вот мне нужно, нужно, нужно. Вот, я вот, в общем, приобрела баночку, я помню, и кушала его. Кушала больше, чем написано на упаковке. Вот, и что я заметила, у меня, где вот есть у девчонок в области животика, там, ножек, такие вот, целлюлит какой-то небольшой. Ну, не будем скрывать, да, он есть у всех, и у худых, и у толстеньких. Потому что если вы как бы не спортсмены, этим не занимаетесь вплотную, то, ну, все равно будет откладываться. Потому что возраст берет свое, и организм видоизменяется. Так вот, почему-то от этого рыбьего жира, я про него вообще думала, что он сосудами там чист, вообще на другое было настроено. И что я получаю за эффект? У меня убираются самостоятельно вот эти места, которые мне не нравились. На мое удивление. Также вот есть девчонки, которые имеют проблемы, там, на шее какие-то, вот, кольца, там, блин, ну, кожа такая не очень, как бы, выглядит. Вот, я вам скажу, что рыбий жир вообще для женской фигуры это очень-очень хороший помощник. Опять же, хотите в аптеку ходите, но я вам вот советую, потому что я пользуюсь сама вот этим. Очень здорово, очень здорово, мне очень нравится. Но не знаю, как кто, а мне вот прям рыбий жир нравится. Даже вот, как бы тут капсула, да, такая. Мне его нравится не то, что пить, запивать водой, мне его нравится прям разгрызать. Не знаю, мне очень нравится на вкус. Может быть, я просто любитель рыбьего жира, и вот как-то так. Потом выписывают беременным поголовно магний. Ну, естественно, что они выписывают? Они выписывают, как правило, магна-Б6. Магна-Б6, круто. И магна-Б6, иду я в аптеку и смотрю цену на этот чудо-препарат, потому что понимаю, что мне нужно его пить, раз его выписывают. Вот, ну и как-то так по подсчетам дозировки получается, что, ну, к примеру, там, да, рыбий жир, да, круто. Вот, по подсчетам дозировки магна-Б6 хватит на 12 дней, а стоит он 600 рублей. Да, Оксаночка, я беременна на 18 неделе, и как раз делюсь вот тем, что я пью, потому что при моем бешеном ритме жизни с концертами на каждой неделе, и по вечерам работаю, и по утрам работаю, я вообще чудом, как я еще вообще не упала, не упала, зайдя домой, там. Вот, фолиевая кислота тоже есть, но я уже показала баночку, вот в этом комплексе у меня все есть. И фолиевая кислота, и что-то только нету. Очень, я очень поддерживаю Коралловый клуб и его витамины и воду. Так вот, я в Коралловом клубе взяла магний этот, и что я получила? То есть получается в аптеке на 12 дней 600 рублей, а вот эта баночка стоит, например, 800 рублей. И хватит мне ее по той же дозировке, что прописал врач, мне хватит ее на месяц, а то и на 45 дней. Потому что дело в том, что есть огромная разница. Вот, например, когда вы покупаете витамины, которые в аптеке, они, может быть, не очень качественные, и вам придется пить их больше. Вот эта штуковина, я в качестве вообще не сомневаюсь. И даже иногда, когда чувствуешь, что мне не надо, например, вторую капсулу магния пить, я ее не пью просто-напросто. Опять же, это все не в какой-то таблетке спрессовано, непонятно чего-то. А вот тут как бы вот капсулка, которую можно опять же раскрыть и вообще посмотреть, высыпать, не знаю, ощутить, что вы пьете не просто какую-то спрессованную таблетку, что в ней будет, когда она там раскроется в желудке. Вот. И также прописывают беременным еще хофитол. Прописывают его... Нет, Димочка, я пить сегодня не буду. Я уже напилась, сегодня была ярмарка на рынке юбилейном. Мы уже на улице напелись, слава богу. И хофитол, такое название, да, у него интересное. А в составе это экстракт артишока. Ну, артишок вообще можно и купить, если вы живете там, где его вообще продают. У нас ни разу не видела в Белгородской области, чтобы продавали. Вот. Ну, я, в общем, тоже как бы вот в коралловом клубе нашла этот коралл артишок. Это помощник для печени, помощник для желудка. И также такая тема вот для беременных, например, у многих девчонок случается так, что во время беременности матка начинает давить на кишечник, и проблемки с туалетом бывают. Вот. И я вот вообще в этом плане вот такая не исключение. У меня от того, что я такая слишком стройная и худенькая, во-первых, органы опущенные. И вот как только у меня начал чуть-чуть расти малыш внутри, он мне начал давить на мои органы пищеварения, и для меня стало дикой проблемой ходить в туалет. Вот. Вот всю жизнь у меня этих проблем никогда не было. А тут, казалось бы, господи, что там, он еще там размером с черешенку, а он уже там что-то как-то влиял и мешал. И также врачи говорят, что просто-напросто, когда женщина беременеет, у нее тонус мышц, ну, кишечника там, он ослабевает, потому что там теперь растет малыш, чтобы сильно не напрягалась вообще эта область. Вот. И до беременности я вот пила ассимилятор такой, это ферменты, набор ферментов. Для тех, кто сомневается в том, что у него желудок хорошо переваривает. Я, к примеру, вот сомневаюсь, у меня желудок не очень классно переваривает, потому что в свое время я по своей глупости увлекалась то вегетарианством, то фрукторианством. Ну, в общем, врач-гастроэнтеролог сказал мне, что просто, когда вы увлекаетесь такими видами питания, у вас потом нет ферментов, которые расщепляют тоже мясо, например, и так далее. Вот. И вот этот набор ферментов, что он делает? Ну, к примеру, вот вы знаете, что вот вы сейчас вот куда-то пойдете на праздник или наготовили дома всего подряд, и вот прям хочется всего подряд поесть. Я обычно выпиваю одну капсулку. Вот тогда, когда я знаю, что я сейчас наемся чего-нибудь, и вот желудок может встать, или мне будет потом сложно, не буду так ходить весь день от того, что там все переваривается, не может перевариться. Вот этот набор ферментов – это очень крутая штука. В аптеке, как, например, мне выписали препарат Вабензим, который составляет точно такой же набор ферментов, он стоит очень дорого. Там 200 таблеток, стоит 1800 рублей, а по дозировке, если их пить, то дозировка от 9 таблеток в день до 30. То есть, если среднюю дозировку выпивать, то вот этой пачке на 1800 рублей хватает на 15 дней. Но это очень, это очень дорогая цена, согласитесь. Вот этой ерундовины хватает мне надолго. Тут 90 капсул, по идее, надо каждый прием пищи принимать. Но так как я мало ем вредной пищи, я его принимаю только тогда, когда вот я знаю, что сейчас я куда-то пойду, а все стараются беременную девочку накормить, всем меня жалко, вот, хотят меня накормить, там, чтобы я росла большая и сильная и все такое. И я обязательно вот это пью. И я могу сказать, что вот выпивая такие ферменты, качественные, из кораллового клуба, вы можете есть вообще все подряд, и у вас стопудово это расщепится и переварится. Опять же, ну, нет смысла ее открывать. Там тоже капсула, и тоже вот можно посмотреть. А также, вот, например, магнит, там, рыбий жир, с ними нельзя всякие фокусы проводить. А вот эту штучку мы как-то пробовали на отваренный рис высыпать вот эту фигню. И он прям на глазах, короче, это его разваливает. Очень интересная штуковина, на самом деле. Вот. И буквально недавно я уже, конечно, что могу сказать, я не то что фанат этого кораллового клуба, но вот раз у меня беременность, решила прям вот по полной этих витаминов закупить и употреблять все, вот, и думала, ну, как бы, надо же останавливаться на чем-то, вот. Но проблемы у меня с тем, что у меня кишечник находится очень близко к ребенку, и ребенок, видимо, на него давит, или, может, он его даже пинает, я пока не ощущаю этого. У меня все равно были проблемы. Тяжести в желудочке-то у меня нету, а вот на выходе что-то как-то... Короче, читаю я в интернете, что вообще нужно. Клетчатку есть нужно. Окей, клетчатка, это у нас что? Это у нас овощи, это у нас фрукты. Но, к сожалению, сейчас осень. Овощи из магазина, ну, да, можно. Но, на самом деле, их же надо очень много съесть, чтобы у вас как-то нормализовалось там. И я решила все-таки добить себя и прибегнуть тоже к клетчатке из кораллового клуба. Я не ожидала. Вот эта штука называется клетчатка. Я вообще очень часто слышу, вот ноги пьют клетчатку, как бы для пищеварения. Тут яблочная клетчатка, инулин, экстракт асаи, яблочный пектин, плоды ананаса, ягоды черники. Такие, короче, вот такая вот штуковина, не знаю, вот, в общем, набор, набор вот этих всяких фруктовых штучек-дрючек, отруби какие-то рисовые. Вот, ну, в общем, она еще и вкусная вообще, оказывается. Я думала, это как на вкус, как отруби какие-нибудь там. И девочки из кораллового клуба мне сказали, да, она похожа на кисель противный, разводи его с кефиром. Блин, а мне так понравилось его просто пить с водой, потому что он еще и вкусненький, а он не похож на отруби. Вот, он очень вкусненький. И вот для тех, кто беременный, и у вас проблемы с туалетом, я вам просто рекомендую. Не через три часа у вас это произойдет, а вот если у вас есть какие-то проблемы, вы вот эту клетчатку выпиваете перед едой, и вам гарантирован потом поход в туалет. Гарантирован. Я сама, как бы, ну, поняли, да, то есть пью уже 6-5 банок таблеток, всяких этих разных добавочек, и уже думала, что, как бы, вот это лишнее. Но думаю, ну, надо попробовать, если мне не понравится, то я просто перестану пить. Но я не знаю, мне так понравилось, потому что, на самом деле, вот, когда в период, особенно того положения, о котором я говорю, все вас хотят чем-то подкормить, и, к сожалению, как-то нету силы воли отказываться. Вот, буквально вчера я работала в двух заведениях, и в одном меня накормили, во втором накормили. Я прихожу домой вечером на ночь и понимаю, что я просто сейчас умру от того, что мне уже, мне плохо от того, что я переела всего этого. Вот, и вот эта штуковина меня так отлично спасла. Вот, короче, я рекомендую. Я бы не рекомендовала, если сама бы это не ела. Штука крутая. Не, ну, можете, конечно, отруби вообще покупать в мире здоровых продуктов, там, и кушать. Но они не очень вкусные. А вот эта штуковина еще и, блин, она еще и вкусная. Вот, поэтому ваш выбор вообще, чем себя наполнять, и как жить, и что делать. Но я вам рекомендую коралловую фирму эту, потому что я ими пользуюсь сама. Я могу за эти слова ответить. Я не ради рекламы это делаю, а просто ради того, чтобы вдруг кому-то нужно, и кто-то интересуется, и, может быть, эта информация кому-то окажется очень полезная. Вот, и поэтому я это все говорю. Потому что, собственно, может быть, в обычный период жизни действительно не стоит себе так пичкать витаминами. Как-то лучше рассчитывать на иммунитет, больше, как я сказала, уже закаляться, одеваться по погоде в нормальную одежду, а не в какие-то модные там курточки. И гулять на свежем воздухе, опять же. Вот, больше двигаться. Но в период беременности, конечно, вам просто необходима будет поддержка всего этого. Я знаю девочку, которой врач категорично вообще не выписала ничего и сказала, типа, того, что... Ну, как, я перефразирую, конечно, не буду афишировать никаких фамилий, но, как бы, что ж мы, мутанты, что ли, какие-то, чтобы еще тут таблетки топить, витамины. Ну, и я могу сказать, что по рассказам этой особы у нее не так легко все прошло в беременности. Вот. И... но меня лично наводит на мысль, что все-таки надо организм поддерживать. Я думаю, что не надо поддерживать тем, кто живет, я не знаю, в деревне, где чистый воздух, где человек закаленный, у него, вот, как бы, организм сам привык к каким-то нагрузкам и сложностям. И во время беременности, возможно, когда этот человек будет пить натурально свою кровь и молоко, там, не знаю, что, у него, как бы, вот, больше шансов, нежели у тех, кто живет вот в городах, как мы. А тем более, вот, я живу в Старом Осколе, где у нас по периметру... не, не по периметру, а вокруг города очень много заводов, у нас экология не к черту. И все об этом знают, все... все в курсе, и все равно мы все тут живем. Вот. И вот при условии, что я никакая не спортсменка, там, живу, как бы, ну, стараюсь здоровым образом жизни жить, больше гулять, там, и все такое, но живу в плохих экологических очень условиях, беременна на 18 неделе, имея вот столько работы и загруженности с одним выходным, я скажу, что, вот, наверное, без всего этого мне было бы очень сложно, поэтому... И мне так вот это нравится, вся моя вот эта вот команда, команда моих баночек, которые мне помогают. Вот, поэтому тем, кто интересуется, вы можете или меня лично спросить, я кому-то какие-то вопросы, там, может быть, расскажу, или в интернете, почитайте, посмотрите, но, в общем-то, небольшая реклама ему. Коралловый клуб для меня, для меня стал хорошей очень опорой и помощью в период беременности. Больше нечего мне добавить, вот, лишь только то, что будьте здоровы, если планируете малыша, конечно, делайте это с умом, не подвергайте себя лишним стрессам, женщинам вообще ни к чему. А также, если у вас, как в народе говорят, тикают часики, вам уже скоро, там, 30, я могу сказать, что, да, действительно, это так. Чем дальше, тем вам придется больше за собой следить, потому что организм уже к 30 годам не такой стойкий, не такой выносливый.